Семейный доктор О передаче, заболевании позвоночника, грыжи протрузии, о том, какие эффективные методы лечения существуют, расскажет врач-реабилитолог. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что из себя представляет это заболевание. Меня зовут Тимур Насрединович, и прежде чем начать нашу беседу о грыжах и протрузиях, я бы хотел остановиться на позвоночнике. Вот наглядно хотел бы показать позвоночник. Позвоночник состоит из трех отделов. Это шейный, грудной и поясничный. Позвоночник выполняет функцию защитную и опорную функцию. Чаще грыжи и протрузии возникают в поясничном отделе, потом на втором месте идет это шейный отдел, и очень редко возникает грыжи и протрузии в грудном отделе. А вот какие причины возникновения грыж, протрузий, вообще с чего все начинается? Возникает остеохондроз, потом плавно переходит, если остеохондроз не лечить должным образом, переходит в протрузию. А протрузия плавно переходит уже в грыжу. А грыжа – это выступ? Грыжа – это выступ фиброзного кольца, межпозвоночного диска. Когда возникает протрузия, нарушается целостность этого фиброзного кольца, и она выступает. Снаружи. Вследствие этого защемляет нервные окончания, и нарушается трофика питания, питание организма, питание мышц, питание клеток, и нарушается кровообращение. Возникает застой, застой кровообращения. В этой области мышечный спазм, который спазмирует нервные окончания. Из-за этого сильные боли, которые могут отдавать в ногу, в паховую область. В зависимости, в каком отделе грыжа, туда и отдает. Например, если в поясничном отделе, то отдает в ногу. Если, например, в шейном отделе, то отдает в руку, в голову. Если в грудном отделе, то там в грудном отделе такие болевые ощущения, болевой синдром возникает. Человек получил травму, да? Травму. Либо вот действительно его какой-то образ жизни неправильный может способствовать появлению этих грыж. И чем оно сопровождается? Какими симптомами? Симптомы грыж и протрузии – это болевой синдром. Человек испытывает дискомфорт, ему тяжело передвигаться, тяжело ходить, спать. Он испытывает болевые ощущения. Потому что сейчас в современном обществе большинство людей сидят, ведут малоподвижный образ жизни, сидят в офисах, на работе, перед компьютером. Во-первых, они неправильно сидят, нарушается осанка. Вследствие этого им тяжело сидеть, они выбирают удобное им положение. И при прямохождении человек испытывает боли при передвижении. Существуют ли какие-то стадии грыж или степени? Да, существуют стадии грыж и протрузии. Прежде всего, это начало вообще грыж – это остеохондроз, банальный остеохондроз. Когда нарушается трофика питания в мышцах, кровообращение нарушается, сначала возникает остеохондроз. Потом следующая стадия – это протрузии. После протрузии – это идёт грыжа. Это грыжа, и потом уже секвестрация идёт. Это когда уже фиброзное кольцо лопается, и человек уже там испытывает сильнейшие боли, и ему нужно оперативное вмешательство. У нас есть пациент с грыжей, и я бы хотел вам показать пациента наглядно, чтобы вы посмотрели на него. Давайте пройдём. Давайте пройдём. Ну, а теперь более подробнее расскажите о вашем медцентре. В Алмате очень много медицинских центров. Особенность нашего медицинского центра заключается в том, что мы применяем методы лечения европейской медицины с китайской. Давайте пройдём в кабинет. Там лежит пациент, который проходит лечение с диагнозом грыжи межпозвоночного диска. Ну вот сейчас, Тимур Анастеринович, расскажите, пожалуйста, об эффективных методах лечения. Пациент с диагнозом межпозвоночная грыжа, поясничного отдела, L5-S1. Вот вы наглядно видите, это иглорефлексотерапия применяется этому пациенту. Также точечные акупунктурные банки, магнитные банки. Ну, зависит от стадии ещё, зависит от диагноза. Применяемый метод лечения? Да. Вот, например, данному пациенту применяется точечный массаж, китайский точечный массаж, иглорефлексотерапия и вот акупунктурные банки. Ставятся по биологически активным точкам, они снимают спазм, и тем самым пациент испытывает облегчение. Уходит болевой синдром, и пациенту становится легче. А какие ещё виды, методы лечения существуют? Ещё один из уникальных методов и эффективных методов лечения – это иглонож. Давно издревле в Китае придумали этот метод лечения. До нас он, к сожалению, дошёл только, но он очень эффективный и применяется в нашем медицинском центре. Пациент приходит с проблемами, с жалобами к доктору. Доктор ставит диагноз, проводит пульсотерапию. Потом мы пациента подготавливаем, делаем китайский точечный массаж, иглорефлексотерапию, акупунктурные банки, вакуумные банки ставятся, ещё огненные банки. Но если этот метод лечения не помогает, то применяем иглонож. В китайской медицине иглонож – один из самых эффективных специализированных микрохирургических методов лечения многих заболеваний суставов и костной системы. Данный метод изобрели китайские врачи около 100 лет назад, и уже более 20 лет иглонож применяется во всём мире. Методика заключается в воздействии микроскальпелем на мышцы и фасции в точках акупунктуры с целью устранения спаек, уменьшения отёка, улучшения кровообращения и снятия боли. При данной процедуре делаются маленькие проколы, без боли, без кровотечения, без швов диаметром в 0,5-1 мм в болевых точках. Через эти небольшие отверстия вводятся особые лекарственные средства, которые снимают поражение в мышцах, костях и суставах. Вся операция занимает всего несколько минут, а также не вызывает побочных эффектов. После проведения операции остаётся лишь небольшой след от укола. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в кабинете кинезотерапии, где пациенты после, скажем так, длительного курса лечения проходят реабилитацию и восстанавливаются. Давайте посмотрим. Один из методов реабилитации – это тракция, сухое вытяжение, это реабилитационные мероприятия. Светлана, ложитесь. Мы сейчас будем применять тракцию, это сухое вытяжение. Сейчас фиксируем пациента в поясничном отделе, в грудном отделе. Так, руки опускайте. Здесь фиксируем. Чуть-чуть надо его выше, да? Руки. Так вот потихоньку мы вытягиваем позвоночник. Это для того, чтобы просвет позвонков расширить, чтобы снять полевой синдром. А вот в этот момент пациент ничего не чувствует? То, что вытягивается позвоночник вниз, в нижней части в основном. В поясничном отделе. И получается пациент вот в таком положении сколько минут находится? В таком положении находится пациент 10-15 минут, этого достаточно. Потом мы пациента потихоньку поднимаем и пациент уже может спокойно идти домой. В медцентре имеется аппарат, специально предназначенный для растягивания позвоночника. Пациенты проходят реабилитацию на нем после терапии игла-ножа. Очень эффективен для людей с грыжами и протрузиями. Также врач-реабилитолог проводит занятия по ЛФК с детьми. Лечебная физкультура – это совокупность методов лечения, профилактики и медицинской реабилитации. Существует множество видов ЛФК. Данный вид – это укрепление паравертибральных мышц, укрепление мышечного корсета. Обычно для лечения какого-либо конкретного заболевания используют комбинацию самых различных форм и средств ЛФК. Врачи-реабилитологи и инструкторы ЛФК советуют ни в коем случае не поднимать перед собой на вытянутых руках любой груз. Стараться избегать поворотов с наклоном вперед. Для того, чтобы поднять груз с пола, необходимо сначала присесть, взяться, а потом вместе с грузом встать. При подъеме с постели повернуться на бок, ноги согнуть в коленях. Дорогие телезрители, брусья и турник являются эффективным инструментом профилактики опорно-двигательных заболеваний, таких как грыжа, протрузии, сколиозы, остеохондрозы. И сейчас вы наглядно увидите, как молодой человек будет растягивать мышцы и приводить в тонус мышцы нашего опорно-двигательного аппарата. После растяжения позвоночника чувствуется облегчение в поясничном отделе. Я когда сюда пришла в ноябре 2016 года, я вообще не могла ни ходить, даже не могла сидеть, потому что у меня зажимал нерв. И вот мне посоветовали эту клинику. Я пришла сюда. Как раз в это время здесь работал доктор Джу, приезжал из Китая врач, потом Курманбек Агавут врач и мой лечащий врач Тимур. Большую помощь я получила от них. После первых, где-то первые 10 дней я получала просто массаж и иглотерапию. После этого мне намного полегчало. Поскольку до сих пор после этой процедуры я не могла сидеть еще, потому что у меня зажимал нерв, то мне посоветовали иглонож. Процедуру, которая называется иглонож. Мне проводили ее три раза. После первой процедуры я сразу почувствовала облегчение. И стала уже сидеть. И мне только один раз за всю неделю зажал нерв. Я могла сидеть. Эта процедура проводилась у меня в течение трех недель, через каждые семь дней, три раза. После третьего раза я уже достаточно стала уверенно ходить. И не ощущала уже такой боли, как раньше. Получается, в течение усиленного лечения в течение трех месяцев мне оказали такую хорошую, значительную помощь, что поставили на ноги, можно сказать. И вот в конце нашей программы какие вы профилактические мероприятия посоветуете соблюдать нашим дорогим телезрителям? Для того, чтобы избежать обострения межпозвоночных грыж, прежде всего надо своевременно обращаться к специалистам. Я своим пациентам рекомендую после курса лечения обращаться к врачам, к специалистам, проходить два раза в год обследование. Также необходимо укреплять мышцы спины, мышечный корсет, оптимально создать мышечный корсет. Для этого я своим пациентам рекомендую выполнять лечебную гимнастику. Это всем пациентам мы даем эту гимнастику, они самостоятельно потом дома это выполняют. Также нужно необходимо пациентам следить за питанием. Правильное питание должно быть богатое белками, есть мясо, молочные продукты. Также нормированные физические нагрузки должны быть. Также должны пациенты это все соблюдать, чтобы предотвратить обострение межпозвоночных грыж. Также заниматься активным образом жизни, заниматься спортом. У тех пациентов, у кого еще нет межпозвоночной грыжи, этим пациентам я рекомендую своевременно лечить и предотвращать заболевания сколиоз, плоскостопия, дисплазию тазобедренного сустава у детей. Также нарушение опорно-двигательного аппарата. Берегите свое здоровье. Да, дорогие телезрители, действительно, здоровье это амана, дарованные нам Всевышним Аллахом. Ну а опорно-двигательный аппарат, в свою очередь, выполняет очень огромную функцию в нашем организме. Поэтому, если вы получили малейшую травму, нужно немедленно обратиться к квалифицированным специалистам. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»